Мы с вами отправляемся подальше от городской жизни в путешествие по деревням и селам Хабаровского края. Узнаем, чем живет современная деревня, кто как зарабатывает на своем фермерском хозяйстве и что делать, если вы решили стать фермером. В общем, выясним, кому на селе жить хорошо. И, конечно, подышим свежим воздухом. Это специальный проект «Время – села». Я уверен, что процентов 90 россиян обожают блюда из мяса птицы. Во-первых, оно вкусное, во-вторых, полезное. Королева стала, конечно же, курица. Но именно жители нашего региона в последние годы распробовали и полюбили такой вид мяса птицы, как индейка. А выращивают ее для широкого потребления у нас, естественно, в селе. В селе Сосновка. Именно сюда мы и приехали. С Константином Могильным, представителем Краевого сельскохозяйственного фонда. С фондом владельцы индюшиной фермы Армен и Асмик работают давно. Дружат, можно сказать. Но обо всем по порядку. Ведь в птицеводство, а вернее сказать, в индейководство, предприниматели пришли не сразу. Был у них опыт в строительном бизнесе, оптовыми поставками овощей и фруктов занимались. И все же спустя какое-то время поняли, что именно в сельскохозяйственном бизнесе работать и интересно, и выгодно. Благо для этого у Армена в собственности имелись подходящие помещения в селе Сосновка. Да и планы у них были серьезные. Хотели, чтобы их продукция продавалась в крупнейших торговых сетях Хабаровска. И тогда было понятно, что стандартной продукцией, обычной, туда зайти очень тяжело и выживать очень тяжело. И нужно было что-то такое, чего нет у нас. На тот момент просто то, что пришло в голову, и имея в виду все помещения, которые у нас есть, их надо было задействовать под что-либо. Ну все, подумали за секунду, подготовили за два дня и полетели на учебу. Но страшно было начинать? Да, страшно ничего не делать. Нет, ну как, любое начинание. Если не интересно, не нужно делать. Если делаешь, нужно делать сполна, нормально, ну и в масштабах. Не так, чтобы одно-две штуки. Первое яйцо мы заказали в Москве. Я не знал ни режима инкубации. Не знал даже, как укладывать. После проб, ошибок, когда поняли, что тем делом начали заниматься. Но я думаю, что это еще впереди только. Тут наверняка наши герои немного лукавят. Все-таки с 2016 года они в этом бизнесе. И если бы не получалось, давно бы ушли в другую деятельность. Конечно, многое случалось из-за этих 8 лет. Была угроза и банкротства в том числе. Но именно в тот момент жизни, по, наверное, счастливой случайности, судьба свела их с краевым сельскохозяйственным фондом. С краевым сельскохозяйственным фондом взаимоотношения были не денежные, а именно в плане оборудования. Вот они приобрели для нас 4 единицы оборудования. А однажды Краевой сельскохозяйственный фонд, можно сказать, спас фермеров от разорения, приобрел для хозяйства корма и яйца для инкубации. А инкубатор приобретен за счет грантовой поддержки от Минсельхозкрая. Вот этот инкубатор был приобретен за счет первого гранта для начинающих фермеров. Сколько здесь яиц сейчас? Здесь порядка 2000. 2000. Потом куда из инкубатора? С инкубатора цеплята идут в рудерную, а потом уже выпускаются. Выпускаются. А вольные хлеба, так скажем. И самый последний грант – это вот на строительство второго птичника, да? Да, это был 20-й год. Именно в 2020 году фермеры подали заявку на грант и выиграли. На 30 миллионов рублей отремонтировали старый птичник и построили новый. Ведь, чтобы все планы стали реальностью, нужно было еще больше помещений для птиц, ну и, конечно, самой птицы. Здравствуйте, товарищи! Девчонки, привет! Ничего не боимся, я не доктор. Масовка, идите сюда, а что вы разбежались? Выращивать индейку – дело непростое. Птицы, например, очень капризна в плане еды. Если, не дай бог, попался не совсем качественный корм, то у индюшки настроение может упасть. Вес не так будет быстро набираться, а некоторые вообще начинают обижать своих соседей, драться, выщипывать перья. Поэтому за всем на ферме нужен глаз да глаз. Это правильная освещенность в птичнике, вентиляция помещений и много других факторов. Кстати, подготовка самой продукции, перед тем, как она появится на прилавках магазинов, тоже имеет свой отработанный процесс. Охлаждение – это очень архиважный процесс производства охлажденного мяса. Нет такого понятия для нас, как парное мясо, потому что парное мясо поставляться в магазин не может. Не может, конечно. Условия хранения для охлажденного мяса – минус один, плюс два градуса. Мы работаем по ГОСТу. Степень охлаждения уже такая приличная. Сколько она охлаждается по времени? Ну, считайте, всю ночь. Всю ночь. Да. Это филе грудки. Это филе грудь. Это одна половина одной птицы, где-то порядка весом тушка будет где-то 16 килограмм. Диетическое. Гипоаллергенное. Гипоаллергенное. Быстро усваиваемое мясо индейки. Сейчас на ферме будет проходить плановая ежегодная профилактика. Период, когда нигде никакой птицы нет. Все помещения обрабатываются, все тщательно чистится и моется. И все это ради того, чтобы через два месяца новому поколению индейки были все условия для роста, а семейному бизнесу все условия для дальнейшего развития. Если мы можем себе позволить на сегодняшний день производить порядка 75-80 тонн диетического мяса индейки, а извините, когда к вам приезжают родители детей маленьких, которым нужно именно гипоаллергенное и диетическое мясо, только одного посещения на день хватает, чтобы у тебя настроение, что ты делаешь что-то нужное. Какая, оказывается, хорошая вещь – гранты. Открыл свое дело, разработал бизнес-план совместно с сельскохозяйственным фондом, выиграл средства и продолжаешь развивать бизнес. Сейчас расскажу вам об одном предприятии, которое было построено при помощи региональных грантов. Но только на этом оно не остановилось, а пошло гораздо дальше. Если бы я решил заняться фермерским делом и выбрал направление животноводства, то тоже бы присмотрелся к этим местам с очень уж благозвучным названием – «Благодатное». По фэншую самое то. Именно здесь, несколько лет назад, в чистом поле, начало свою деятельность семейное предприятие во главе с Олегом и Александрой Борисовыми. Подчеркну еще раз – семейное предприятие. Позвольте, я молочка вашего отведаю. Долгожданная дегустация вашего молока. А вам хочу задать вопрос, собственно, из каких бизнесов, из каких работ вы пришли в сельское хозяйство? Вообще я по образованию заканчивал наш в Хабаровске, тогда еще политехнический институт, инженер строительных, дорожных машин и оборудования. Закончила экономический, педагогический, также техникуму заканчивала, торговые, экономические. Ну, у Александра, я не знаю, она, наверное, скажет еще о том, что она работала в школе. И повышение квалификации сельскохозяйственного направления. Ну и, скорее всего, оттуда. То есть не хотелось уже сидеть в кабинетах, а уже приступать к настоящему делу. От теории к практике. Да, да, да. Русская душа, русская натура такая. То есть нам ввязаться, а там разберемся. Разбираются с 2019 года. И очень неплохо, надо сказать. Осваивая гектары земли, за это время чего тут только не появилось. Пастбище для выгола животных в теплое время. Место для производства и хранения кормов. Помещение для комфортной жизни работников, фермы, баня, дом хозяев, цех по производству молочной продукции, ну и непосредственно несколько животноводческих комплексов. У нас первый – это универсальный, второй – это для доения, третий – это для содержания, это хоз, нужды там. Ну, сейчас вы, вчера сказали, 200, да, у вас голов? Да, более 200 голов. Еще какой-то... Сейчас идут переговоры, да, откуда именно везем, потому что покупка племенных животных – не такое легкое, скажем так, мероприятие. Какие породы, как называются породы, которые... Сементальская, галштин, черно-пестрая, тоже галштинизированная. Это наши российские или... Да, это российские. Российские, да, все. И откуда они едут сюда? Отовсюду. Мордовия, Алтай, Тамбов. Когда Олег рассказывает о своем предприятии, о том, как тут все устроено, чем кормят коров, сколько молока они перерабатывают, рассказывает со знанием дела и с гордостью. Он действительно болеет своим делом. Хотя до этого бизнеса чем только не занимался, и не только в России. Однако все же на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, нашел то, к чему душа лежит больше. От чего пришла эта мысль? У меня есть стандартный ответ, конечно. Может быть, то, что у меня папа, царство небесное, был зоотехником, сработали гены, да? Но когда мы начали уже заниматься, и когда начали осваивать эту науку, а это на самом деле наука, ты со временем приходишь, ты и мыслишь, что тебе приятно осознавать, что ты что-то делаешь, ты что-то созидаешь, ты даешь какой-то полезный продукт. людям, да? Это вдохновляет, это дает тебе какие-то силы. А если еще это подкреплено какими-то денежными моментами, те средства, которые дают тебе воплощать твою мечту, это вдвойне хорошо. Воплощать мечты замечательно. Давать людям полезный продукт просто прекрасно. При этом зарабатывая и для своей семьи. Но все ли так легко и просто? Оказывается, нет. Во-первых, работать надо с утра до вечера, чтобы был результат. Постоянно учиться. Прогресс и в этом деле не стоит на месте. А когда появляется желание расширяться, не стыдно и помощи попросить. Что Олег делал и продолжает делать, сотрудничая с Министерством сельского хозяйства края и с Краевым сельскохозяйственным фондом. То есть сельское хозяйство без поддержки государства, это тяжелая история, она по сути неосуществима. Но вот когда первый раз пришли в фонд, я так понимаю, амбициозные были планы? Скажем, в том же фонде... Подсказывали, направляли. Подсказывали, да. Поэтому, чтобы не ломать, так сказать, те мечты, о которых я говорил выше, поэтому пришлось изначально докладывать достаточно больше собственных средств. Но фермер об этом нисколько не жалеет. Потому что предприятие действует, развивается и регулярно вводит различные новаторские идеи. Для того, чтобы животное себя хорошо чувствовало, для того, чтобы оно уже как следствие давало молоко перед доением за 15 минут, включается приятная классическая музыка. Ну вот музыка заиграла, а какой репертуар преимущественно? Как правило, это спокойная музыка. Есть и классика, есть и восточная музыка спокойная, которая... То есть все, что не раздражает. Так, ну вроде с вежливостью у меня тоже все в порядке, так почему бы не попробовать пообщаться с животными поближе? Может, кто и молочка нам с собой в дорогу даст? Тамара, вот я тебя и встретил. Ее нужно помыть. О, вы держите ее хвост? Это Тамара, которую мы сейчас будем вместе со Светланой доить. Оно доит не старым дедовским способом вручную, а при помощи доильного аппарата. Прости, не лягай меня. Все? Да. Готово. Глаза-то у тебя красивые? Красивые глаза. Спасибо тебе. Спасибо тебе большое. Как здесь содержатся животные, мы посмотрели, послушали историю создания этого предприятия, даже попробовали сами подоить корову. Но логичнее всего сейчас будет отправиться на местный молокозавод. Ну, Александр, попадаем в Святая Святых, да, где, собственно говоря, пойдемте, происходит перегон молока непосредственно от коров сюда и какое-то таинство, волшебство по приготовлению различных молочных продуктов на вашем мини-молокозаводе. Откуда все начинается? Расскажите мне. Молоко по воздушной магистрали попадает на молочный завод и затем в танко-охладитель. С танко-охладителя пастеризуется. Какое расстояние молоко проходит от животноводческого комплекса непосредственно сюда до завода? Примерно 50 метров. Как быстро оно сюда поступает? Очень быстро, моментально. Сколько в сутки отсюда уходит продукция? Примерно тонна 200 литров молока перерабатывается в день, на данный момент. Это получается само молоко, топленое молоко, ряженка, варенец, кефир, сметана, сливки и йогурты. Все хорошо раскупается, разбирается, да? Вы знаете, я боюсь сгласить. Чтобы и дальше так же все пришло. А еще Олег с Александрой сравнивают свою деятельность со спортом. Это говорят, как в марафоне. Какой взял старт, такой будет и финиш. Хотя до финиша здесь явно далеко. Уж очень им нравится этот сельскохозяйственный забег. Итак, мы посетили село Сосновка, село Благодатное. Посмотрели, как ведут свой бизнес предприниматели. Но сейчас мы находимся в центре города Хабаровска и отправляемся в сельскохозяйственный фонд, чтобы узнать о грантах более подробно. Вот как раз об этом более серьезно и более профессионально нам согласился рассказать руководитель Центра компетенции Краевого сельскохозяйственного фонда Александр Марченко. В 2020 году начались у нас первые взаимоотношения с нашими соискателями господдержки. Наиболее популярное направление – это, безусловно, у нас грант-агростартап для начинающих фермеров, которые дают толчок развития и помогают на новую ступень перейти нашим сельхозтоваропроизводителям. По агростартапам у нас основное условие – это сельская прописка, то есть оказывается поддержка именно сельским жителям Хабаровского края. И наличие опыта, наличие, если по направлениям смотреть растеневодство, значит, какого опыта в растеневодстве, чем больше у тебя, соответственно, пунктиков, которые можно отметить, тем больше шансов победить на конкурсе. И вторая, наиболее популярная тоже мера поддержки в виде гранта – это семейная ферма. То есть ферма здесь может быть не обязательно животноводческая, может быть растеневодческое хозяйство, может быть овощи открытого грунта, закрытого грунта, пасека, в конце концов. То есть все отрасли сельхозхозяйства, в этом году у нас, например, на агростартап зашли ребята, которые разводят улиток. Очень интересная тема, вроде как и не какая-то базовая составляющая сельхозпродукции экзотическая, но тем не менее имеет место быть, привлекает дополнительные потоки туристов. Итак, вот если резюмировать, я захотел получить грант, самое главное – это желание, пакет документов и помощь от вас. Да, ну и сельская прописка, опять же, да. Грант – это деньги не на то, чтобы у тебя было больше огурцов, а грант – это на то, чтобы ты построил именно предпринимательскую деятельность. Безусловно, это своеобразный трамплин именно для выхода на новый уровень своего сельхозпроизводства. Кстати, всего с 2020 по 2024 год была оказана помощь в подготовке документов на получение грантовой поддержки более 110 сельхозпроизводителям. 61 из них получили гранты на развитие сельского хозяйства. В 2020-м – 17 человек, в 2021-м – 18, в 2022-м – 24, в 2023-м году – 27. В 2024-м году Центром компетенции уже оказаны услуги по формированию пакетов документов 24-м заявителям на получение грантов. Но конкурс еще не проводился. Пожелаем удачи соискателям! Ну что мы все о работе, да о работе. Отдыхать ведь тоже когда-то надо. А это жители сельской местности умеют делать очень хорошо. Тем более, когда есть такой повод, как Масленица. Масленица – это один из самых продолжительных и веселых праздников, отмечаемых на территории всей нашей большой страны. Бесплатные блины мы нашли сегодня. Народные гулянья длятся 7 дней, соединяя в себе народные традиции и современность. Беспроигрышная лотерея. Гульнуть как следует, да пообщаться с жителями о жизни на селе. Мы приехали в поселок Георгиевка района имени Лозов. Ну посмотрим. Мы с вами тут на одном уровне. Сейчас мы будем с вами соревноваться. Поживайте смотреть. Сейчас подождите. Айх, азарт, спорт. Хорошо, хорошо тут, ребят. В смысле, реально охраняется, чтобы никто раньше времени не поджег? Чтобы не убежала. Сколько лет вы живете в Георгиевке и не было ли желания за эти годы уехать в город? Знаете, я приезжая, я родилась в Оссорийске и приехала сюда 16 лет назад, замуж вышла. И с тех пор вот приросла к этой деревне. Для меня это теперь лучше дома не надо, лучше места в мире не найти. Я сюда приехала по распределению в 80-м году, закончив Хабаровский кодотейный техникум. И здесь мужа нашли, соответственно, семья. Да, и себя тоже. Чем нравится сельская жизнь? А здесь спокойно. Я приезжаю к детям в гости, я, например, устаюсь сильно вообще. От шума, от этого. А здесь спокойно, хорошо. Я знаю, что у нас много молодежи остается. И где родился, там и пригодился. Ответственный момент. Провожаем зиму, встречаем весну с жителями поселка Георгиевка. Чтобы не погасла, гори-гори ясно. Как вы наверняка поняли, сельская жизнь – особенная жизнь со своими плюсами и минусами. Понять это можно лишь тогда, когда все увидишь своими глазами. Увидишь и вдруг поймешь, что остались еще те, кто не выживает на селе, а живет и не мыслит иной жизни. Это был проект «Время села». Меня зовут Александр Ткаченко. Увидимся на телеканале «Губерния». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!